С Пушкиным вышла шляпа у нас. А они всегда нас не любили, а тут всегда была подляна какая-то. Наваляли им? Да, конечно. По самой «здрасти»? Да, по самую «Монголию». Жопа! Волка просрал! Тут вот такое было, где она? Вот этого я вообще не помню. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Тебе хана. Естественно, еврейскому народу. А вот мы в 14 веке! Что мы с этим будем делать? Да. Исчерпываешь. Я сейчас, мне кажется, больше в слуху читаю. Жене, она мне. Ой, как это прекрасно. А что вы друг друга читаете? Я к этому миру отношусь с некоторым трепетом, каким бы он ужасным там ни был внутри. Каждый человек сегодня ищет для себя каких-то точек опоры. Что-то, что поможет ему выживать посреди всей этой смертной любви. Для меня такой опорой, одной из таких опор стал блок моего сегодняшнего собеседника. С блогером, историком и журналистом Владимиром Раевским мы поговорим о том, как история из настоящего сложного процесса превращается в пропагандистский инструмент и как этому противостоять. О том, как опыт прежних волн эмиграции позволяет переживать опыт сегодняшнего дня. и о том, как праздновать день рождения Александра Сергеевича Пушкина посреди Лондона. Здравствуйте, Володя. Спасибо вам огромное. Я как постоянный смотритель и поклонник вашего Инстаграма невероятно счастлива видеть вас живого, настоящего. Здравствуйте, Галя. Я взаимно как поклонник всей вашей деятельности. Подрывной и разный другой. Тоже очень рад видеть вас за столом, богато накрытым. Рубрика «Петуха-кукушка» объявляется официально завершённой. Я, как я уже сказала, будучи большим вашим поклонником, именно в первую очередь в Инстаграм, наверное, Амплуа, я хотела бы с большим удовольствием и удовлетворением отметить, что значительная часть всего, что вы рассказываете, это истории об истории. Вы явно опираетесь на какие-то трогающие вас исторические сюжеты. И поскольку я по образованию историк, то я думаю на смежные темы уже очень давно. Собственно, вот как началась война, так с тех пор и думаю. И скажите, а вот вам история, она работает в качестве внутренней опоры. Вы можете как-то что-то такое нащупать, на что можно было бы поставить ножку и оттолкнуться? Тут, мне кажется, два есть ответа, лично моих. Ну, первое, конечно же, представление о том, что какие-то вещи уже происходили с человечеством, и какие-то грабли уже вот так вот делали, ну, наверное, это в некотором смысле, с одной стороны, обескураживает, потому что некоторые грабли просто как маятнику поднимались и поднимаются. А с другой стороны, ну, некоторым образом дает. Ну, чего, обычное человеческое представление, что всякие глупости уже были совершены, они привели к этому и так далее. И, в общем, ну, не знаю. В общем, есть некоторое спокойствие, с одной стороны. А с другой, я не знаю, как для вас. Вы все-таки профессиональный историк, а я нет. Потому что я вообще, вообще близко даже не историк. И я просто журналист, который оперирует вот с этими людьми, которые жили когда-то в прошлом, а не с нынешними. У меня есть всегда ощущение, что я вот присутствую в этой точке в 2024 году. Но мы живем на земле не в первый раз. И за нами есть тоже какие-то поколения. И вот мы с вами накануне Мотора обсуждали про наших, ну, не очень далеких предков, которые оказались на Урале. И вот понимание, что я куда-то опираюсь туда, в глубину веков. И вот у вас там в 1949 году, например, дедушка приехал в Пермь, а у меня в 1945 или 1946 вернулся, когда я приехал из эвакуации дедушка тоже в Свердловск. И я начинаю представлять себе какую-то жизнь, что такое Свердловск в 1945-1946 году по фоткам, по какой-то хронике, по рассказам, по описаниям. И мне интересно представлять и дальше, и дальше откатывать, и про какую-нибудь прабабушку, которая в 92-м году родилась в Екатеринбурге, как находила гимназию. И я этот мир себе представляю, и он как бы за мной болотится шлейфом. Мне так гораздо интереснее существовать. И третье, когда я перерываю совсем про каких-то, ну, историями про каких-то далеких людей. Солоневича или Ивана Грозного, да? Да, вот, например, Грозненская эпоха или Павел Первый. И я представляю это далекое время, страшное, кровавое, не будем тратить на это эпитеты, как такой мир какой-то, как будто он вырезан из слоновой кости, где-то там в музее стоит далеко. И мне так интересно его разглядывать с разных сторон, и как-то к нему присматриваться. И меня он зачаровывает. И отчасти поэтому меня так злит и расстраивает, когда весь этот хрустальный мир очень сложно устроенный. Просто так вот комкают, делают из него дубину, начинают дуба сетей по голове. Мне кажется, что это неразумное расходование материала и забивание гвоздей микроскопом, буквально в смысле, гвоздей в голову обывателя. Поэтому я к этому миру отношусь с некоторым трепетом, каким бы он ужасным там не был внутри, и какие бы там страшные вещи не происходили, он меня невероятным образом завораживает. И тоже помогает существовать в сегодняшнем дне. У меня вот за последние два года во мне нарастает ощущение, что мы, оглядываясь, видим лишь руины. Вот мы разговариваем в Белграде. Я вчера гуляла по этому городу. И помимо, собственно, буквально руин, я видела какое-то напластование эпох, которые умерли. И если раньше у меня это зрелище вызывало скорее умиление, что вот умерло что-то, что-то новенькое проросло. А до этого я была в Берлине. И в Берлине я тоже иду и вижу. Мало того, что я вижу какие-то выбоины от снарядов на Бранденбургских воротах, я вижу, что вот здесь вот была Пруссия, потом она умерла, потом здесь была довоенная Германия, до Первой мировой, она тоже умерла. Потом был нацизм, он тоже, слава богу, умер. А потом было ГДР. В общем, вот эти вот все руины многоэтажные, они на меня почему-то в последнее время действуют очень душераздирающе. У вас нет такого ощущения, что вот мы живём на чём-то мёртвом? Не знаю. Мне кажется, что вот то, как вы сейчас рассказывали про Берлин, и у вас тоже создаёт ощущение, что это всё живо где-то там в прошлом, а значит и сейчас. И у меня такое же полное ощущение, что на самом деле это всё не умерло. Вот мы, опять же, говорим в Белграде с вами, и вчера меня занесло в городок Земан. Это здесь вот часть Белграда уже, но когда-то это было пограничие, и Белград туда-сюда переходил, но он был в какой-то момент долгий османский, а этот Земан был австро-венгерский город. И приезжаешь в него, и видишь, ну, собственно, все приметы милой старины. Там крыши, особенно черепичная стена, ну, в общем, видишь Австро-Венгрию. Я не знаю, мне кажется, что это такое живое всё, по-настоящему живое. И нет, я не воспринимаю это как руины. Ну, в том смысле, что готов ли я, что сейчас из-за угла как бы инспекция от государя-императора появится, хоть Франца Иосифа нет, конечно, я же в своём уме, но присутствие всего этого вполне живое меня никогда не покидал и не покидает, и ещё раз скажу, каким-то образом подпитывает. Ну, вот такой странный, мне кажется, дефект психики, который мне позволяет заниматься этим как своим. Вы затронули очень для меня важную тему, а именно превращение истории в пропаганду. Когда вот всё действительно бесконечно сложное и тонкое предельно упрощается, и у нас остаётся нам какие-то бесконечные половцы, которые с печенедами, которыми русское оружие всю жизнь, оказывается, противостояло, а теперь вот они так причудливо изменились, а мы-то всё те же. И с одной стороны, у меня просто мороз по коже, когда я слышу о том, как именно сегодня вот это всё тривиализируется, упрощается, огрубляется и превращается в какой-то простой набор лозунгов. А с другой стороны, опять же, за последние два года я вдруг увидела, как мир, который мне казался относительно простым, вдруг чудовищно усложняется. Появляются какие-то вещи, про которые я вообще никогда не думала, а они оказываются очень важны. И как вот вы с этим работаете? Как вы ухитряетесь? А вы явно ухитряетесь, явно есть какой-то трюк. Как вы из вот всей этой сложности конструируете ясные нарративы? Как вам удаётся вот видеть в сложном что-то рассказываемое? Меня вот сейчас спроси, я уже просто вообще не знаю, как на какой вопрос отвечать. Спасибо. Я не знаю, сколько я этим овладел, но я позволю поделиться тем, как мне это всё видится. Короче говоря, я думаю, что история, как такая доказательная система, ну, опять же, что вот мы пришли на Землю, а здесь в 1953 году эти были, а потом в 17 веке, а тут снеги-половца Ленина создала Украину, и поэтому мы здесь будем втыкать сюда флаг и всех убивать. Это, по-моему, абсолютно собачья хрень. Причём она работает, она собачья хрень, а остаётся в любой легитимизации любого, там, насилия, движения границ и прочей всякой ерунды. И в первую очередь всё нужно для этого. А они всегда нас не любили, а тут всегда была подляна какая-то. Мне хочется видеть историю, как историю, буквально от слова история, и находить в ней каких-то героев, которые совершали какие-то моральные выборы, что-то делали, и эти моральные выборы или действенные какие-то выборы к чему-то приводили. И дальше мы смотрим, к чему они приводили. Ну вот мы, опять же, сидим в Белграде. Ну есть некоторое количество историй, которые нам что-то могут рассказать. Рассказывают ли они буквально, что вот всегда они там что-нибудь замышляли, всегда Россия помогала. Мне кажется, что это не работает. Что было в 1914 году, то не обязательно должно быть в 2024. Но когда, не знаю, там, ну вот история Гаврила Принципа, которая здесь почему-то героизирована, его именем улица названа, человек, ну, по сути, своим выстрелом развязал Первую мировую войну. А он здесь героизирован? Я еще пока не видела просто. Гарри, это вообще, вот едешь, ты прям не понимаешь, ну как, ну как? Вот улица Гаврила Принципа, граффити огромное с ним. И еще памятник ему. Я все понимаю. Ну, каким там сербские националисты считают его своим героем? Блин, ну цена-то этого какова? Ну, цена какова этого национализма? То есть, да, наверное, там им в тот момент казалось, что Франц Иосиф, ну, он и какой-то враг. Ну, цена-то какова? 10 миллионов погибших. И вот именно ретроспективно глядя, как действие, этот выстрел в Сараево приводит к каким-то последствиям, я не понимаю, как можно не сделать вот этого вывода. Не то, что там австрийцы всегда нам когда-то козни строили, а именно вот к чему это приводит? К чему приводит политический терроризм? К чему приводит радикальный национализм? Как вот эти выводы не делаются? Главное, что вот, мне кажется, для этого история есть, там же написано, та-та-та, убил эрцгерцога, а потом, и потом мы все как бы лежим и гнием во рву. Почему это не работает? И вот меня всегда это удивляло, и я эти как раз связи, именно пытаюсь показать, какие связи между поступками и их следствиями? Какие вещи в итоге оказываются аморальными или даже преступно-аморальными, а какие вроде как ведут к чему-то наоборот, к тому, чтобы человек или страна стали лучше? И, короче говоря, смотрю на это просто как на, ну, как на книжки. А у вас есть какие-то любимчики, какие-то фигуры, которые вам помогают? Ну, не то, чтобы образцы для подражания, но вот у меня есть, например, такой внутренний мой небесный покровитель, это Владимир Галактионович Короленко. В любой сложной жизненной ситуации задавай себе вопрос, а что бы на твоем месте сделал Владимир Галактионович? А у вас есть какие-то такие вот любимчики, на которых вы смотрите, на которых вы, не то чтобы хотите быть похожим, кем я, на кого я хочу быть похож, когда вырасту. А кто для вас служит вот такой опорой в прошлом? С кем сверяться, да? В общем, кто как-то кажется вам хорошим? Дурацкое слово, Я понимаю. Я рискую дать такой ответ, что я привык внутренне сверяться с родителем. И я знаю, что это как будто такой сейчас поддавок, потому что у вас так не принято здесь отвечать. Вернее, все так отвечают, но так не круто. Но это правда так. А чтобы я в истории кого-то с кем-то так сверился, Владимир Галактионович, это вы сейчас хороший дали. Прям выбери у меня и все, что меня могло бы убить. Бывают такие безусловно хорошие люди. Хорошие люди в истории. Они даже не обязаны быть безусловно хорошими. Это не про таких, ну, понятно, что там может кто-то опереться на Серафима Саровского, потому что, кажется, тоже был безусловно хороший человек. Но Франциск Асиский, кажется, тоже, по крайней мере, то, что мы о нем знаем, рисует его хорошим человеком. Ну, в некотором смысле, мне кажется, что вот какие-то вещи я готов сверять с Натаном Щеранским. Неожиданный выбор. Ага. Ну, вот его книга «Не убоюсь зла» понятно, что вот она совсем заходит сейчас в сегодняшний день в нож-масло. Но вот какие-то вещи о том, как взаимодействовать с очевидным злом, хитрым и сложно устроенным, наоборот, просто и прямо и руководствуясь очень просто сформулированными принципами, мне кажется, она работает. И много-много раз уже доказала свою действенность. Вот как человек действовал в этом 70-м году, когда его арестовали, и как он разговаривал с ментами, как он разговаривал с КГБ, как он вел себя на суде, как он потом вел себя в тюрьме. Мне кажется, что этот этический кодекс, он абсолютно применим, он прям полыхает в сегодняшнем дне, как буквочки. И мне кажется, абсолютно применим. И в этом смысле я считаю Щеранского безупречным человеком. Вот именно в этом отношении, именно в смысле его поведения после ареста и до выхода из тюрьмы. Ну, потом началась какая-то новая глава, я тут, он уехал, оказался, естественно, там, где хотел, в Израиль и стал израильским политиком, и тут я не готов ничего говорить, потому что я в этом как раз плохо понимаю. Но вот этот период, мне кажется, что это нечто совершенно образцовое для нас, для всех. сейчас лето и, соответственно, самая горячая пора для дачной жизни. Мне кажется, что дача, как таковая, очень глубоко укоренена в культурном коде любого человека, имеющего отношение к России. Я сама очень люблю завгородную жизнь, и как на даче читается, как на даче слушаются аудиокниги, я думаю, можно никому не объяснять. Дача вообще очень литературное. Место неслучайно действия огромного количества классических русских романов от Достоевского до Водолазкина происходит хотя бы частично на даче. Для того, чтобы избежать всех подводных камней в организации дачной жизни, для того, чтобы загородное пребывание доставляло только радость и не доставляло никаких значительных хлопот, я бы очень рекомендовала вам ознакомиться с замечательным ютуб-каналом Александра Дубовенко, основателя Goodwood. Я сама большая поклонница канала Александра Дубовенко. Это одновременно очень утешительный, увлекательный и уютный контент, а с другой стороны это крайне практичная информация, которая позволит избежать всех возможных подводных камней и проблем уже на этапе строительства собственного загородного дома. Не стройте сами, даже если вы специалист строительства. На канале Александра Дубовенко можно найти ответы на все вопросы, беспокоящие потенциального дачника, от выбора интерьерных решений до выбора компании-подрядчика. Чаще всего люди жалеют либо о неудачном выборе участка, либо о неудачном выборе строительной компании. И Александр Дубовенко расскажет все необходимое для того, чтобы избежать возможных ошибок в этой области. Участок это все. Он озвучивает самые актуальные тренды в загородном строительстве и подскажет, как сделать свой дом долговечным и актуальным на протяжении длительного времени. Тренды загородных домов 2023-2024 смотрим. В блоге Дубовенко вы узнаете не только сегодняшние цены на дома, но также и о том, на чем можно и нужно экономить в простроительстве, а на чем этого делать ни в коем случае не следует. Это уже заказчик может делать, может не делать, а вот это это святое. А еще Александр делает невероятно полезные стримы, в которых отвечает на вопросы своих зрителей и слушателей. Думаю, что в первую очередь зрительницам будет интересно познакомиться с советами Александра о том, как сделать планировку дома оптимальной для того, чтобы потом в полной мере развернуться со своими фантазиями относительно обустройства интерьера. Вы видите два прохода, а если зайти внутрь, то там одно помещение. Ответ очень прост, потому что там будет каркасный перегород. Особенно мне нравятся те выпуски, в которых Александр выезжает за границу и показывает нам наиболее интересные проекты, технологии и тренды в зарубежном загородном строительстве. Порой там встречаются совершенно уникальные и очень необычные идеи и решения. Если идея вечернего чаепития под абажуром на веранде собственного загородного дома вам кажется такой же привлекательной, как и мне, то подписывайтесь на канал Александра Дубовенко, основателя Goodwood. Следите за самыми интересными трендами в загородном строительстве, фантазируйте и применяйте свои собственные идеи, опираясь на ту информацию, которая снабдит вас Александр. Ссылку на его блог вы найдете в описании к этому видео. Вообще интересно, что к нам ко всем как-то внезапно взяла и вернулась вот эта условно лагерная проза, казалось бы, я постарше, я все 80-е годы подростком, совсем подростком, читала журнал «Огонек», в котором безостановочно печатались мемуары зэков разных поколений, благо в нашей скорбной отчизне много поколений людей так или иначе сидело. А потом было какое-то ощущение, что мы уже сколько можно, мы все это уже прочитали. А теперь оно опять возвращается, вам тоже так кажется? Да, и тоже мне кажется уже пресыщение происходит. Ну вот, ну как часто вы можете медиазону читать? Каждый день? Или ОВД-инфо? И я тоже не каждый могу. Наши плохие просто от этого ужаса, который продолжает происходить буквально одновременно с тем, как мы здесь с вами сидим. Ну да, мне кажется, что вот в этом смысле все повторяется. Понятно, что это лагерная тема. Тогда она была задним числом, сейчас она в настоящем времени происходит. И мне кажется, тот же эффект тоже начинает происходить. Пресыщение, усталость, сколько можно. Ну, в общем. Вы, наверное, тоже читали или, по крайней мере, слышали, мне кажется, что в какой-то момент все прочитали книгу Николая Пле «Неудобное прошлое». Про то, как разные страны, в которых есть, есть что вспомнить и нечего, нет что детям рассказать, как известно. Как эти страны перерабатывали свое вот это самое неудобное прошлое. Я вот иногда чувствую, что, а как мы будем жить с тем, что сегодня является нашим настоящим? Что мы с этим будем делать? Исчерпываешь. Да как? Ума хватит, будем что-то с этим делать и как-то его осмыслять и какие-то выводы делать. Вот те же самые выводы, что есть действия, есть последствия этого действия. Ну, не хватит ума, начнется, конечно, с вистопляска. Ну, вот мы, опять же, мы находимся в Белграде. Ну, сколько здесь красноречивых иллюстраций для того, о чем мы сейчас говорим? Я вчера оказался на месте, где в 31-35 году построили первую югославскую, всеюгославскую выставку. Ну, такой экспорт. Туда приехали, значит, всякие там части этого большого королевства и там разные соседние страны, Италия и так далее, и там построили такой большой комплекс, павильоны, все так в духе авангарда, все здорово и красиво. А потом в 41-м году там было другое предприятие под названием концлагерь. Концлагерь настоящий. И вот там был такой турецкий павильон и в нем было очень удобно устроить морг. А сейчас там ресторан и ни одной таблички. И все знают, что это концлагерь, и все знают, ну, кто хочет погуглить по одному тычку, что это был морг, и там сидят и едят плесковицу и челапчичи. Вот можно так поступить с этим совсем? Ну, там вообще ничего, ни таблички, ни мемориала, ничего. Или я вчера тоже проезжаю по городу и вижу такую площадь симпатичную, там одно здание стоит в 30-х годах, тоже в духе авангарда, что-то там повеяло каким-то путемасом, баухаусом, ветрами. Соседнее здание стоит очень классное, такого югославского модернизма 70-х годов. И вроде такая площадь симпатичная, тоже много разных эпох, и вижу, что прям вот недавно там поставили памятник какого-то чувака на коне, явно из каких-то блин, ну, в смысле, из какого-то средневекового сербского прошлого. Нахрена? Вот так вы хотите работать с этим, что у вас есть что-то современное из 20-го века, что пришло к сегодняшнему дню, и чтобы дополнить этот образ, мы должны какого-то этого богатыря поставить там. Тут вот я хотела бы оспорить это утверждение, потому что мы все должны каким-то образом искать свое прошлое, искать свои корни, на вопрос вы кто. Понятно, как вы точно не можете не знать, в Иване Третьем было придумано, что Рюриковичи, они происходят от императора... Да, что у него, кажется, император Августа был брат, и вот от брата мы все и происходим. И в какой-то момент это... Ну, что далеко ходить, а римляне-то они же тоже не дураки, они же непосредственно от богини Венеры происходили. То есть, Юлии, они же от Юла, который сын Ины, соответственно, бабушка его иная, богиня, мы тоже не лыком шиты. Это же нормальная естественная практика. Человеку сегодня, как вы сами сказали, нужно искать какую-то опору в прошлом, почему нет? Чисто эстетически вас это как-то... Да все одно и то же. Все по кругу. Знаете, ну вот обязательно в какой-нибудь стране, которая, ну, оформилась, ну, я тут не берусь что-то там квалифицированное сказать, но оформилась как отдельная нация, там, последние лет 150 или 200, есть такие страны. И вот обязательно они выбирают какого-то средневекового по сказаниям какого-то воителя и воздвигают его на главную площадь. И это, ну, что Владимир этот в Москве? Ну, Владимир просто не красавец. В Москву ездил просто, ну, каждую неделю. На выходные, да. Ладно, Владимир, положим, просто не красавец. Но, в смысле, памятник Владимиру не красавец, но ведь можно же было бы себе представить красивый памятник? Ну, в 1860-ком-то году это было норм. Сейчас это уже... А почему, а что изменилось такого с 860-ком-то, какого-нибудь... Ну, потому что там надо было доказывать, что мы на самом деле мы отдельные, мы там такой-то народ или такой. Я просто не хочу никого назвать по имени, чтобы... Не дай бог. И дальше, ну, до, не знаю, 20-го века люди продолжали себя легитимизировать на земле как отдельный народ, имеющий право на какую-то территорию, на государство и так далее. Ну, все, может быть, в 2024-м году надо как-то по-другому начать жить и не заниматься выкапыванием своих этих богатырей и украшением их шеломов рубиновыми звездами. Я, честно сказать, не знаю, о каком именно в данном случае богатыре идет речь, но ведь у сербов есть какие-то реально важные герои, на которых они могут опереться, и мы понимаем, опять же, пользуясь вашей логикой, понятно, что Милош Абилич, который убил султана во время битвы на Косовом поле, ну, в общем, тоже такую сомнительную услугу оказал Отечеству, и все равно сербское войско потерпело поражение, и, в общем, ничего хорошего. Но мы же можем понять, что он важный герой, и мы никогда в Австро-Венгрии не могли бы поставить памятник, а теперь можно, ну, хорошо же, приятно. Ну, да, ну, хрена, ну, вот, а вот мы в 14 веке, блин, не в 14 году, а в 14 веке османам дали прикурить, потом они, конечно, нам все равно устроили кровавую баню, но зато мы им по жопе надавали, и я не... Ну, вот, ну, серьезно, это то, что Сербии надо обсуждать в 2024 году, реально, этим мы должны заниматься сейчас, этим мы как... Сказал человек, который бесконечно погружается в прошлое, вытаскивает оттуда вот эти чудесные, как вы сказали... А это другое, я же его не юрализирую, я же не говорю, вот, и там... Это снова строительство какой-то пирамиды иерархической, на вершине которой этот джигит стоит. А изучать это, конечно, нужно, и этого как раз не делается, не делается совсем. Короче, я живу в Лондоне. Да, я видел это. Перепиской Ивана Грозного и Елизаветы. Я нашел одно письмо в интернете, ну, по-нормальному, пересказанное, переведенное на русский язык и на современный русский язык и так далее. Все остальное, ни сканов, ничего. И куча, целые книги выпускаются про то, как он к ней женихался, подкатывал и все прочее. Я пошел в национальный архив, вернее, отправил запрос, попросил письма, которые получала Елизавета Первая, Тюдор. Значит, в архиве должны храниться. Вот, и работал с ними. Просто мне дали настоящие эти письма. Да, я видел это, конечно, вы везунчик. Свитой, раз и раскатали. И я нашел последнюю книгу, которая подробно изучала эту переписку. Она напечатана в 1880-е годы Юрием Толстым, неким благородным отпрыском благородного семейства. Это же полная фигня. Это все, значит, 150 лет вообще не изучалось. Как-то там, видимо, в каких-то серьезных научных работах ты дофигурировал, ни одной нормальной книги про это не написали. Хоть одну нормальную биографию Брежнева можно мне прочитать спустя сколько там, 40 лет после того, как он кедру в угол поставил. Хоть одну нормальную. Она единственная нормальная биография, книга, чтобы любой человек могла прочесть, написана немецким профессором из Блемена. Что это вообще такое? Биография Хрущева написана американским профессором. Я вылетел из головы, он лауреат. Как это премия называется? Пуллицеровская. Да, Пуллицеровская премия. Ну, значит, мы сами себе настолько интересно, что мы можем поставить какую-то бронзовую истукану из каких-то далеких веков. А по-нормальному разобраться, кто мы, откуда, куда мы идем, что-то вот на это как-то силенок не находится. Это понятно. Это гораздо сложнее. И больше нужно принимать, и больше нужно сталкиваться с всякими неклассными вещами, с неудобным прошлым. А у вас было после начала войны желание прочитать что-то, что вам объяснит настоящее? У вас были вот такого рода порывы? Сейчас вот я прочитаю набор книг Х, Игрок и Зот, и вот тут-то я наконец-то все пойму. Ну, какое-то внутреннее желание есть. Я одновременно с этим бессилие, потому что, ну, как если был бы какая-то книжка, которая бы все объяснила. Ну, некоторые считают, что такая книжка есть. Этих людей довольно много. Довольно нафига. вот, но которая бы объяснила, что там с Россией, не так. Не, мне кажется, что это... Все начали искать параллели. Вот я помню, что был какой-то невероятный всплеск интереса к книгам о Сталине и сталинизме, интерес к книгам о нацистской Германии. Просто все в какой-то моменты. Я чувствовала себя первопроходцем. Я бегала с книгой Себастьяна Хафнера «История одного немца» до того, как это стало мейнстримом. А тут ее прочитали какие-то тысячи, если не десятки тысяч людей. У вас не было какого-то туда порыва? Он ее и написал до того, как это стало мейнстримом. Абсолютно. Совершенно поразительно. Да, это же 39-го года книжка. Человек все понял задолго до. Я старался себя удерживать от этого, потому что, во-первых, у меня какое-то время вообще ничего не хотелось читать про, ну, скажем так, про русскую историю. Вот первые несколько месяцев войны у меня был прям блок на это. Ну, вот, такая эмоциональная реакция. Вот потом я постепенно начал разбираться потихонечку с историей русской эмиграции, потому что сам в ней оказался сто лет спустя после наших предшественников. И там, конечно, всякие параллели засияли. Кого вы там читали? Кого вы там нашли? Ой, всякие прикольные воспоминания. Ну, мне очень, очень было, нравилось читать, как в Праге весь этот процесс происходил, и как власти Чехословакии объявили русскую акцию, когда они дали возможность доучиться всем, кто из-за Первой мировой войны, из-за гражданской не доучился. И огромный поток их студентов из Галлиполя, с острова Лемна, из Москвы и Петрограда, тогда еще, по-моему, хлынул туда, в Чехословакию, в Праге, начал там обживаться. И Чехословакия их снабжала всем-всем-всем, и деньгами, и документами, естественно, и всякими ВНЖ, и возможность там жить, даже какие-то деньги давал чтобы одеться и что-то съесть. Вот. И мне было интересно наблюдать, как разные люди себя вели в этой ситуации, и как они отвечали какой-то благодарности. Не очень. Вот. И я с этим с удовольствием копался. Ну, как с удовольствием? Было довольно занятно. Находить всякие там переклички с высказываниями, которые, в общем, сейчас тоже было. Но надо быть с этим осторожным, потому что, вы помните, когда началась война, табакерка попадалась в Фейсбуке чаще, чем какое-либо другое слово. Потому что, вот, Михаил, в Скорозанке пришили императора Павла табакеркой. И жди табакерка, табакерка, табакерка. Говорят, по блаточкам вообще-то. Ну, теперь ты уж по непроверь. Ну, короче, это же все оказалось ну и что-то, ну убили Павла первого табакерка, и что? Это же ничего нам не дает в сегодняшний день. Поэтому, мне кажется, с этими параллелями надо как-то быть деликатнее и не ждать, что вот как-то было так и сейчас снова так случится. А в некотором смысле поведение людей в разных ситуациях, эмиграции, вынужденной, да, или войны, или пропаганды, в этом смысле, мне кажется, много можно уроков извлечь. Но это, опять же, то, о чем я говорил, то есть какое-то действие или моральный выбор и последствия этого морального выбора или что-то, 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 с человеком. Вот тут, мне кажется, нам полно всего сообщается. Вот тут же Щеранский. Я, конечно, как и все, посмотрела ваше интервью Юрию Дудю, и вы там много говорите о Цветаевой, человеку с такими неоднозначными выборами. Что называется, вопросиков-то не возникло ли к выборам совершенным Марины Ивановны? Я не знаю, как с этим. Никак. Я даже не поставлю себя в 1919 год. Или когда там это случилось? То, что вы имеете в виду. Нет, я даже не только об ее отношениях к своей дочери, которая почему-то очень всех беспокоит, а, например, ее решение вернуться в Советский Союз с детьми. Мы вот с моим другом, с Ромой Либировым, все время обсуждаем, как ее Оренбург не отговорил, например. Например. Вот что, он к ней ездил, он не мог сказать нет, нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Тебе хана. Тебе хана и Сереже, и всем. И почему-то вот на этот счет у меня... То есть вопросики больше к Оренбургу. Ну, да, но я не знаю. Марина, наверное, надо по отчеству ее называть, Марина Ивановна. В русской традиции всегда уважительность. называют. Теперь-то она уже буквально моложе меня, никогда не меня не догонит. Она как-то сама, по-моему, любила Марина, и Марина Ивановна не видела. Короче, мне кажется, что Марина сложно ей предъявить какие-то вопросы, потому что в бытовом смысле, по-моему, это был человек вообще не способный справиться с такими задачками бытовыми. И, ну, вот сделан какой-то выбор. Умела ли она так размышлять на три дня вперед, как некоторые люди, которые хорошо себе умеют жизнь обустраивать. Ну, короче говоря, нет, ничего я не могу про это сказать. Мне кажется, что осудить ее за этот неправильный выбор был неправильно бы. А вот люди, опять же, которые окружали, которые хорошо разбирались, как нужно поступать в ситуации, и там, БРМ, вот то, что они никак не повлияли на то, что она выбрала, мне кажется, преступным. Вот, кстати, вы упомянули Оренбурга, вот бы чью биографию-то я бы почитала. Не авто. Нет, 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 авто у нас уже имеется. Авто у нас имеется. Вот это было бы круто. Вот скажите. Вот занялся бы кто-нибудь. Наверняка кто-нибудь занимается, но как-то вот такую вот биографию условно в ЖЗЛ я такого не видела. Причем, прикиньте, сколько людей его знало лично, и они, ну вот я думаю, что сейчас уже живое какое-то количество, но какое количество еще там, ну, 15 лет назад вполне себе по Москве с нами ходило одновременно, я думаю, что вы и таких людей знаете. Да, наверняка, да. И ваш папа, и все. И вот это было бы, конечно, это очень крутая идея, Галя. Напишите, Володя, это не мое дело. Вот кто-нибудь, кто умеет такие вещи делать, мне кажется, что идея просто вообще суперская. И эта книжка была бы... Была бы бесцельна. Дорогие телезрители, если вдруг кто-то из вас испытывает непреодолимое желание заняться ее Оренбургом, то если вы напишите его прекрасную биографию, мы с Владимиром Раевским поддержим вашу инициативу в своих социальных сетях и не только. Это точно? Да, согласитесь, что это важный момент. А по поводу Цветаева я вспомнила, что Бродский назвал ее величайшим поэтом вообще. Его, по-моему, Бенгт Яновск уточнил, говорит, ну, величайшим русским поэтом. На что Бродский посмотрел на него, как на идиота, и сказал, вообще величайшим поэтом. Думаю, что смотреть, как на идиота, Бродский умел лучше, чем почти все остальные люди в мире. А вы бы кого назвали? Вот у вас есть в вашей табеле о рангах? Кто? Если уж мы вспомнили величайшего поэта для Бродского. Есть очень смешное письмо до Владова, в котором он рассказывает, как он сходил на какой-то вечер, где, значит, Бродский был ценным всего. И он писал, Иосиф был ужасен. Так нравится эта строчка, потому что вот это он умел хорошо. Он там оскорблял по публику, в общем, велся очень вонливо и так далее. Но понятно, что это много. Я сейчас кого-то назову, как будто остальные... Нет, но это же всегда очень персональный выбор. Я вот чем старше, тем я более согласна с тезисом про Цветаева. Как-то... Нет, я стопудово согласен. Просто я даже брови не поведу. И смотрите, главное, как какие-то вещи переактуализировались. В смысле, не то, чтобы они актуальны сегодняшним днем, но... Как мы стали больше внимания обращать, например, на ее черский цикл. Именно сейчас черский лесок, самый лесной. Как это оказалось все вот здесь где-то живо, все пульсирует рядом. Все эти... Все, о чем она пишет. Все эти кусты на дороге встают, особенно рябина, мне кажется, что... Это уж тем более. Да, ты просто начинаешь рыдать автоматически, а еще пять лет назад кто бы сказал. Но почему-то я вот именно про эти черские стихи про то, как немцы входили к чехам. Почему-то это... Вот я сейчас даже про это говорю, и... Вот почему-то все это прорастает именно в сегодняшний день. И... на весь безумный мир ответ один отказ. Мне кажется, тоже... пеплом стучит, короче. Ну вот... Да, конечно, в смысле, у меня никаких нет сомнений, и про русского тоже. Конечно, вообще. Кого бы я назвал, чтобы так... еще... Блин, такая сложная вещь. Особенно... Ты говоришь, что-нибудь вот это вот великий по... И сразу все это... А потом, главное, через две недели сам себя слушаешь и говоришь, да что ж, а вот этого я как мог не называть. Есть какие-то безопасные варианты? Вот именно. Есть безопасные... Например, смотрите, мне кажется, что с Пушкиным вышла шляпа у нас. Ну, у всех. Это нечто невероятное, абсолютно живое сегодняшнее чудо с нами случилось, со всеми, что он был. И как бы его не пытались утоптать и утрамбовать школьной программой, памятниками, всякими табличками, этим идиотским пушкиновением, не настоящим, а вот этим идиотским следованием, когда он где-то поковырялся в носу в каком году. И он все равно где-то прорастает каким-то... Сопротивляющим, да. Мы сделали такую штуку в Лондоне. Короче, вот, меня позвали как-то зимой на Бернс Найт в Лондоне. У них есть такая традиция у шотландцев или у всех, кто как-то связан с Шотландией или вообще устраивать вокруг дня рождения Роберта Бернса Бернсовскую ночь. Едят хаггис, пьют виски, кто пьет, и читают Бернсовские стихи и поют песни, написанные на его стихи, традиционные шотландские мелодии или вообще просто традиционные шотландские песни. Во многом там про сопротивление англичанам. Ну, вообще, в общем, за столом. Это такое очень регламентированное действие. Мне ужасно понравилось. Прям настоящий такой праздник. Еще и в честь поэта, еще и в честь чего-то там 18 века, довольно-далекого. Вот. И я предложил ребятам, теми же, с кем мы пировали в ту ночь, сделать Пушкин Дэй 6 июня. Мне вообще видится, что это самый главный русский праздник должен быть. Ну, я к нему так и отношусь. Не праздная, в общем, особенно все остальные. Вот. И мы устроили в гейт-парке, мы растерили такую покрывальце, напекли пирожков, притащили самовар, который нашли на балконе. Квас, как воздух был потребен, нашли литовский. Вот. И собрали компанию на половину русских, на половину англичан. Нашли переводы пушкинских стихов и читали, ну, я там или кто-то, естественно, по-русски, иногда что-то там даже случалось, припомнить без бумажечки. А англичане читали эти стихи впервые в каких-то чудесных переводах. И вот так мы отпраздновали пушкинский день рождения. Мне кажется, что ему было бы прикольно. А в конце мои друзья, опять же, британцы и шотландцы, англичане и шотландцы, написали песню на стихотворение, я помню, чудо и мгновение, но в английском переводе that stellar moment I remember. Первая строчка. Вот, и мы все пели хором. Не было какого-то сопротивления, потому что все эти легенды о страшной отмене русской культуры, они, на самом деле, они просачиваются. То есть, я слышу, что эти мифы и легенды начинают пересказывать вполне вменяемые люди. Вот скажите, не было ли ощущения? Это все полная неправда. Полная неправда. Я часто хожу, потому что музыку там академическую, ну вот, столько Шостаковича я не переслушал, мне кажется, за свою жизнь, сколько я в Лондоне слышал за последний год. Да не, это все полная фигня. Полная, полная туфта. Ничего подобного нет. Если это где-то происходит, но это как бывает, что лягушка падает с ним. И такое бывает. Наверное, и такое бывает. Где-то разово. Никакой законодательности из этого нет. и наоборот, не знаю, вот для моих товарищей никак не связано с мужской культурой. Вообще ничего. Не знающих об этом. Как все началось? В финале The Burns Night я подошел к хозяину дома и что-то там вля-ля-ля. Он говорит, а ты вообще откуда? А мне привели друзья. Я говорю, я вот из России. О, а я сейчас читаю The Belkin Tales. О, как говорит мой младший ребенок. Да, именно. И я так нифига себе. И что-то мы там обсуждали. Выстрел, выстрел. В общем, как-то... Прикиньте, это просто существует. Это просто существует. И никому в голову не придет, типа, а Российская федерация сейчас это, а Пушкин... Крепетника в России. Мне кажется, что это химера, хрень какая-то. Короче, нет этого ничего. Я думаю, что показать современный какой-то там российский фильм, например, снятый в России, это будет затруднительно. Вот в этом смысле, да. И на мой взгляд, это опрометчивые чаще решения, которые принимаются. Потому что, не знаю, не показать что-нибудь там на фестиваль и так далее. При том, что там нет никакого не пропагандистского. На всякий случай. Это как раз как бы чего не вышло из этой оперы. Но какую-то культуру, которая прошла проверку временем, мне кажется, там просто отворяя ворота. Но вот в том, что вы сказали именно про современную русскую культуру, люди могут перестраховываться. Это, к сожалению, не носит никакой массовый характер, не носит никакой характер Капанейщины. Но сказать, что совсем так уж легко и просто чего-то имеющее отношение к нынешней России, из нее как-то происходящее, что это можно так вот раз и куда-то как ни в чем не бывало показать. Вот с этим, я думаю, такая штука есть. теплом наблюдаю, что потихонечку начинает опять современная русская литература просачиваться в зарубежные издательства, меня это бесконечно радует, потому что вообще мне кажется, что нет ничего тупее культурного бойкота в обе стороны. Конечно. Поэтому я считаю, что и западные авторы зря поуходили из России. Некоторые. Да. Ну, типа Стивен Кинг, да? Типа Стивен Кинг. Обозвал нас всех буквально земляным червяком. С винасобаками. Да, да, да. Я не понимаю, нафига, что это, вот кому, вот и что изменилось. Просто и что. Да, это все. Но с книжкой, мне кажется, будет самое простое, потому что это традиционно что-то самое очищенное, благородное такое. И не... И самое русское. Что у нас у нас было? Литература, ну, Чайковский. И там нет бабла. То есть, а бабло имеет какое-то происхождение, типа кино, например, да? И вот, и с этим несколько проще. Ну, опять же, вот про современную русскую культуру. Не знаю. Я знаю такое количество разных художников современных русских в Лондоне. И они там оставляют все по аше отдельно. Ребята из группировки Помидор. Недавно должна была быть выставка. Ее отменили как раз не поэтому, а потому что одна из девушек израильтянка. И они почитали ее в соцсети. Короче, ее отменили из-за того, что она выразила свое сочувствие жертвам теракта 7 октября. Я вам потом расскажу эту историю, чтобы сейчас не отводить в сторону. Я раз это чувствую, скипит как вода в чайнике. Короче, такая штука была. И видите, то, что она русская, никого вообще не колыхало. Вся выставка должна была быть посвящена их работам в защиту российских политических заключенных. Они делают такие вышивки очень крутые. И там Женя Беркович и Свете естественно есть посвящение. есть посвящение. У меня выручилось голову, как зовут Алексей Москалев с Машей, который год назад закрепли. Им тоже посвящена вышивка. И все, выставка была согласована, как здорово. Русские художники рассказывают про своих политических заключенных и посвящают такие яркие, убедительные работы. И эту выставку отменили только потому, что у одной из них есть израильское гражданство. И не то, чтобы типа давай мочи их напалом заливай. Там близко такого не было. Там был пост оторопи, ужаса, смятения и скорби по отношению к жертвам 7 октября и спустя месяц. Из-за этих два поста их эту выставку. У меня какое-то вообще ощущение, что одна из главных потерь вот этого нового мира это гуманность. Мы так привыкли за последние годы к тому, что все вот эти бесконечные разговоры о ценности человеческой жизни, а тут вдруг раз, я не знаю, все то же самое. Все то же самое неуважение друг к другу, бесчеловечность, жестокость каким-то образом прорастают даже в условиях войны, когда казалось бы иметь смысл пересмотреть свои отношения с себе подобными. Что-то не для всех работает. Я вот по своему опыту могу сказать, что с одной стороны я столкнулся с чем-то невероятным с начала войны, когда люди были так готовы помочь, не потому, что там подписаны на меня в инститике, а просто потому, что были готовы помочь, может, это нужно, потому что нужно поделиться советом, как перевезти кота из одной страны в другую, нужно отдать постельное белье, потому что люди оказались двумя чемоданами в новой стране и так далее. Я с таким сталкивался очень-очень много и продолжаю сталкиваться. Помочь найти работу же мне, ну, в общем, порекомендовать какую-то вакансию, этого очень-очень много. И одновременно с этим в публичной жизни, это все в личной, а в публичной я вижу вот ровно ту же песню, которая пелась до войны и что-то прям не понимаю, на чега, она же уже нам всем приелась. То есть, мне кажется, что так, как-то вот слово о гуманизме, мне кажется, он в этом, во взаимном уважении друг к другу. И я как-то его в публичных дискуссиях не очень наблюдаю в комментариях по поводу там каких-нибудь фильмов про 90-е, документальных. Ну уж давайте скажем всю правду. Просто опять же, ну, я скажу, что меня дико потрясла эта вся дискуссия к фильму «Предатели». Не тем, что хороший фильм, плохой или так далее, но тон, который был выбран, тон всеми участниками этой дискуссии, это полная жесть. Неужели реально вот мы сейчас будем сраться такими словами, такими, такими? Тоже имею вопросы в этой точке. Друг к другу. В смысле, у каждого, конечно, есть мнение по поводу там года, в котором ты был молод и сейчас что-то делал, но может быть его можно выразить в какой-то другой форме. Да, это еще одна проблема. Написать свой текст, свою книжку, свой фильм снять, свой видосик записать и так далее. Но почему нужно херачить друг друга на одно базовое? Это еще одна важная потеря, которую я наблюдаю, потеря каких-то, того, что я называю манеры. Как люди, как называется это чудесное кино про шпионов? В общем, просто фраза про то, что манера лицо мужчины, помните там? Нет, я не смотрел фильм, но, да, я не понимаю, и это главное так просто, ты можешь чувствовать что угодно по отношению к человеку, но не показывать этого публично и не распространять свою недоброжелательность. А манеры, они это делают так, что это всем ок от этого, и никто не остается обиженным. Это просто удобно. Да, я почему-то вспомнила историю про, она, конечно же, абсолютнейшая байка про то, что когда монголы решили высадить десант в Японии, а в Японии же очень регламентированная культура, то есть там есть свои традиции во всем, что касается, каким жестом веер предложить и каким жестом харакири делать. А тут монголы вылезли и буквально как дикая орда попёрли на японскую армию, совершенно не соблюдая никаких правил поведения. Вот тут японцы разозлились по-настоящему, потому что ну что же это такое, поклониться, поздороваться прежде чем. Мне кажется, что мы сейчас пребываем в каком-то вот этом общем одичании, которое удивительно происходит с людьми, от которых мы, казалось бы, этого не ждём, не ждём мы такого. А валяли им? Да, конечно. По самой здрасте? Да, по самую Монголию. До свидания. Да, конечно, это легенда, но мне кажется, это какая-то очень такая... Горушая. Да-да-да, такая очень наполненная легенда, что веди себя, пришёл завоёвывать, веди себя прилично. А у вас вот изменились ваши читательские практики за последние годы? Расскажите, как вы читали и читаете? Да, ну я переехал в Англию, и мне просто нужно сейчас больше читать по-английски, чтобы просто развивать свой язык. И я сам с собой договорился, что я не буду читать никакие книги, которые написаны по-английски, по-русски. Ну, пока стараюсь придерживаться. Я не сталкивался пока с чем-то непреодолимым на английском языке. Вот. Можно столкнуться. А так... Дойдём до Шекспира. Я Шекспира не понимаю. Я тоже. Ну, то есть, я и могу читать с комментарием? Я и Диккенса не могу читать по-английски. Сложно. Мне. Вот. А так... Ну да... Ну да... Ну, наверное, мне правда не хотелось читать русскую литературу первые месяцы. Не то, чтобы я сам поотменял. Просто, ну, вот сейчас эта трагедия происходит. Чего я буду сейчас об этом же читать? Ну, как бы, более-менее. Наверное, просто мне инстинктивно не хотелось. Потом как-то я к этому вернулся наоборот. Да нет, читательские практики никак не изменили. Дел стало больше такое ощущение и времени. Да у вас вроде бы и в России не то, чтобы было много досуга. Ну, там я как-то старался час в день просто посвящать чтению. Ну, и ходил там в парк читать. Ну, чтобы отключиться, телефона рядом не было. А сейчас что-то вот не получается. Но, видите, новая жизнь требует еще большого количества времени. Не только на новую деятельность, работу и так далее, а еще и чтобы ее обустраивать, вести, приспосабливаться к новой стране. Плюс еще Лондон столько всего соблазнительного предлагает в культурном смысле, что довольно сложно найти время на чтение. и это, ну, ничего хорошего в этом нет. Ну, как, я читаю много по работе. Это видно. Типа там письма к Ивану Грозному, Елизавете и так далее, но чтение это еще то. Уму и сердцу дает только в определенном ключе. Уму кое-что дает, как мы видим. Вот, а книжечки, ну, стараюсь. У меня Kindle синхронизирован с iPhone. А, то есть, вы читаете электронные книжечки? Угу. У меня много всяких бумажных книг, я наперевозил, и там сам везде пора оставались они во время моих вагобонств. Какое хорошее слово. И у меня с ними как-то сложно. Их куда-то носить надо, совать в какие-то сумки, всякие ну, короче, да, а вы? Я читаю только электронные книги, аудиокниги слушаю, но я знаю очень много людей, которые прям пребывают в тоске от разлуки с библиотеками, и даже я периодически, ну, я регулярно бываю в Москве, и я каждый раз, когда я куда-нибудь мигрирую, какие-то книжки, как бурундук такой, из одного места на другое перевожу. Вот эта книжка пускай живет вот здесь вот, а вот эту я, пожалуй, заберу, пускай она живет там. Так что я понимаю книгу, как вот этот эмоционально наполненный объект. И это тоже, ну, как иметь дома книгу, это не то же самое, что ее читать. Ну, не то слово. Имеется, хочется бумажную, библиотеку, шкаф, я не могу без этого, и меня всегда это окружало с детства, а вот реально, если надо что-то прочитать, мне кажется, что, вполне нормик. А в семье у вас как были устроены читательские практики? Просто вы много говорите об эмоциональной связи с родителями, то есть это явно, что вы такой человек из счастливой семьи, в том смысле, что мальчик, которого хорошо любила мамочку в детстве, и папочка, видимо, тоже. А как у вас в семье читали? Ну, у меня родители, примерно, в 400 тысяч раз более начитные люди, чем я. Ну, это поколенческое, я думаю. Ага, другого же не было ничего, все эти детали книжки. Поэтому, ну да, куча книг в доме, мне кажется, родители перечитали абсолютно все, что выходило до перестройки, потому что перестройку все умножено еще на экс, там, сколько-то тогда, ну, опять же, я толком не застал эти времена, но, понятно, что там сильно расширился читательский список, вот, и сейчас продолжают, да, и бабушка, и дедушка, у них тоже была огромная библиотека. А вы как-то были включены в этот процесс? Потому что я, поскольку я тот человек, который регулярно отвечает на вопросы, как заставить ребенка читать, я всегда говорю, что, во-первых, в доме должны быть книги, во-вторых, дети должны видеть читающих родителей, в-третьих, дети должны слышать, как родители между собой разговаривают о книгах. В этот момент, в общем, как-то вероятность резко возрастает. А у вас в доме? Я сто пудово согласен, у меня нет детей, но вот только это, по-моему, работает, судя по тому, что я вижу. И, ну, не знаю, просто было частью, а я рано научился читать, много родителей научили, еще год три, там были четыре, и поэтому мне наоборот нравилось. И у меня тоже это был такой фан. Ну, то есть, одно из таких прикольных развлечений, особенно в детском саду, где там был полный, естественно, отстой, но там были книги, которые можно было читать. Вот, и как-то, как-то так, ну, какие-то практики прямо. Не знаю, читать слух. Вам читали слух? Ну, да, ну, я, кстати, ничего не припомню. Я сейчас, мне кажется, больше слуху читаю жене, а она мне. Ой, как это прекрасно. А что вы друг друга читаете? Ой, мы много чего, ну, много чего, правда, и Гоголя мы хотим перечитать всего. Ну, по крайней мере, всякие малые формы. И, и поскольку мы любим всяких зверей, то есть такая книжка «Меховой интернат» Эдуарда Успенского. Прикольно? Да. И еще мы недавно нашли сказки Джамбатиста Базили. Не знаете его? О, да, знаю, конечно, эту прекрасную книгу, ее выпустил издательство «Лимбах». Вот это та книга, которая еще и бумажная, невероятно хорошая. У меня и нету, поэтому я все только в телефоне. Вот, слушайте, если у вас будет возможность, закажите ее, потому что это абсолютно наслаждение. Я присматривался буквально на днях на комнате там в «Литресе». На каком-то магазе, который продает бумажные книжки, что она реально круто издана. Да, она очень приятно, тактильная издана, невероятная. И это вроде бы и сказки, которые приятно читать на ночь, а с другой стороны, там полная жесть, и такая лексика, и такие там персонажи. Это такой шарперон на максималках, такой на спидах, я бы даже сказала. Абсолютно. Представить, что все это конец шестнадцатого века, какие там времена Бориса Годунова. Да, как? Вот такие книжки читаем. А, и еще есть всякие телеграм-каналы с коротенькими рассказиками, и там написано, сколько он длится. Ну, допустим, 15 минут. И мы можем там где-нибудь валяться на травке в парке и читать по очереди. Ну, какие-нибудь, сколько 15 минут. Набоковские рассказы 15 минут длятся. Лисковские. Прекрасно. Это вот очень хорошая практика. Вообще, мне кажется, что такое семейное чтение должно невероятно способствовать как-то обобществлению жизни. Потому что чтение, это же вообще очень одинокий процесс. Я почему? Я большой адепт чтения вслух, потому что это способ совместной жизни. Точно. Это такое разделение. То, что это удается поддерживать во взрослом возрасте, это как-то прям, что называется, всем ребятам пример. И читаешь не глазами, вы же читаете тоже быстро. И что-то там не все проживает. Не слово за слово. Ага. И это очень круто. И вот что, мне кажется, родители меня научили читать так рано, буквально года в три, что я не очень помню, как мне читали вслух, хотя, конечно, читали как-то всем. Вот. Поэтому дальше я как-то стал сам. Но если вы продолжаете практиковать чтение в семье, то я всегда считаю, что этого просто вытеснили, а на самом-то деле. А, да-да-да. Да, видимо, это побольше. Да, сразу так сюда транслировалось настоящее. Я всегда всех спрашиваю, расскажите, из чего вы состоите? Вот, мы вот назвали сегодня очень много литературных имён, которые для вас важны. Вот книги, не обязательно книги, на самом деле, может быть, это и фильмы, даже я, например, если меня спросить, я назову парочку фильмов каких-нибудь ужасно дурацких, которые меня сформировали. А вот что сформировало вас? А каких дурацких? Я бы назвала, прости господи, кинофильм, который, надеюсь, мало кто помнит, баллада о доблестном рыцаре Айвенда с песнями Владимира Высоткова. Это там как раз же, это же в нём самая главная песня? Конечно. Вашей программе должна быть. Значит, нужные книги ты в детстве. Это же в нём было? Да, конечно. Ага, я, кстати, не смотрел, когда этот фильм. Ну, в общем, вы немного потеряли. Лучшее, что в нём есть, это баллада о борьбе? В целом, да. Вот, кстати, какая великая песня у меня с ней замкнула после начала войны, потому что в ней очень много милитаристской риторики. И я прям хорошо вижу, как её можно петь с той стороны, так что она будет означать всё ровно то же самое, да. Интересно, я, кстати, про это не думал. Но она мне остаётся великой. Ну, в общем, не превзойдёт. До сих пор мурашки, конечно. Да. Так, из чего я? Да. Вот, кстати, из Высоцкого я состою, конечно, очень большой стиль. А Вы? Вот рассказывайте теперь про Вас. Немалый. Кстати, из песен, которые исполнялись в компании под гитару, папа у меня очень хорошо их поёт. И это песни Никитина. И в частности про Дылочку в правом боку. Скажи, теперь тоже непросто. А что с ней? А Юна Морец. Это Юна Морец написала? Это стихи Юна Морец. А Юна Морец, да. Спасибо Юне Морец за все потрясающие стихи и взрослые детские, которые она написала до того, как изменилось её отношение к миру. Да. Спасибо ей пожизненно. Она войдёт в историю русской литературы. И памятная, кажется, никто не... а именно этим. Вообще навечно она там останется. Сергей и Татьяна Никитина, мне кажется, сделали какую-то невероятную работу. Знаете, там пастернаковские стихи «Снег идёт», ещё одни пастернаковские, которые в «Иронии судьбы» и так далее. Понимаешь, что их, может быть, отбирал Рязанов или как-то ещё они случались там. Но вот то, что они становились написанными на такую красивую музыку и так входили в повседневность, в общем, исполнялись этими миллионами квартир и кухонь. Это как-то их туда. И вот через них, кстати, я... Ну вот шекспировский сонет, уж если ты оставишь, так теперь «Снег идёт», пастернак и так далее. И много-много таких всяких хороших стихов через их музыку вошло, видимо, совсем какого-то раннего... Бридж Мулапа. Совсем какого-то раннего детства. Вот. Ещё я состою из книжки, которую мне дедушка подарил. Она называется «Проделки хитрецов». Нет? Её никто не знает. Это какой-то 79-й год. Короче, это книжка. Она вообще как бы и серьёзная тоже. Она исследует мотив плута или хитреца или там мошенника в разных эпосах и сказках народных. Там всё очень академично Это Одиссея начинаешь? Нет. И только народные. Да. Только народные. И она исследует их по регионам, по мотивам. Там кто-то кого выбывает. И ещё там есть герои. У каждого народа есть свой такой хитрый герой. От какого-нибудь осетинского эпоса до сказок какого-нибудь там в Южной Индии. Офигеть. Я их знал когда-то в детстве все. Я знаю, что Алдар Косе, например, это плут героев киргизского народа. Гершель Астрополлер естественно еврейского народа. Еврейский народ, я думаю, мог бы представить команду. Мог бы. И там было какое-то ещё очень смешное имя у армянского героя. Оно стояло из двух слов. Совсем было не похоже на армянскую фамилию. Вот. И, короче, я читал эти сказки про хитрецов, которые... Почему? Что так цепляло? Уллиншпигель, кстати, это же народный герой. Ну да. Эйлиншпигель называется. Не знаю. Мне сама книжка нравилась и запах её. Я думаю, что вообще вот к слову о бумажных книгах иногда через органолептические их свойства человек в это втягивается и начинает в этом жить. Вот. А почему я читал? Не знаю. Ну, как дети все любят сказки, истории. И вот мне неожиданно попало это. Я не считаю спехитрым человека вообще. И наоборот, это довольно простодушный, как мне кажется. Вот. Но читать всякие истории про людей, которые не силой и не удалью и не смекалкой, тем более буквально, там, как это. А вот именно умом, хитростью и придумыванием нестандартного решения, мне, видимо, это нравилось уже тогда. И как-то это запало в душу. Одновременно с этим я ничего сейчас не смогу сказать про эту книгу. Я перечитал какие-то десятки раз книгу «Витя Малеев в школе и дома». Это выдающееся произведение советской литературы. Я его не перечитывал с тех пор. Нет. Вы знаете, ну, то есть это действительно, как мне кажется, какой-то такой архетипический текст для всего последнего советского поколения. Даже еще немножко с захлестом в предпоследнее. Наша жизнь, даже ваша еще жизнь. Даже вы еще, мне кажется, успели это вот цепануть. При том, что я только недавно узнал, какого года эта книжка. 52-го. Да. Представляете, какое хитоническое время, и в него пишется эта чудесная книга, в которой, казалось бы, и свобода много. Несмотря на то, что там все этим школьникам нельзя, то нельзя, это нельзя. Ну, школьникам в целом ничего нельзя, это известно. Школа такой довольно репрессивный институт по своей природе. Вот, ведь Малеев в школе и дома, и я думаю, что война и мир меня сильно так лопнуло по голове. Очень. А в каком возрасте? Ну, в каком-то таком, когда надо было. 14. Я ее перечитал сейчас, ну, вот до войны, так совпало, незадолго до войны, и понял, что вообще какие-то вещи действительно проросли, буквально соединились с такими штырями. А какие-то вещи, конечно, были совершенно неодупляемы в 14 лет, что-то тоже совершенно нормально. Про светскую жизнь, например, что должен понять человек. Это так, не каждый взрослый ею живет. Но в Москве как бы этой квазисветской жизни, квазисветской жизни приходилось жить, и поэтому я поразился, насколько Толстой глубоко понимает, и какая-то там важная, важный элемент, конечно, в 14 лет, кроме всяких умничений на тему салона Анна Павловна Шерер, ничего не поймет, ничего. И почему люди так себя ведут, почему они так... Но при этом, видите, просто сейчас же есть вот эта идея, что русская классика, она не для детей, то есть, что детям и подросткам, за что им это, а, видите, на вас сработало. Я не любила «Войной мир», я ее... Она меня потрясла, когда мне было 28 лет, это было вообще одним из главных моих литературных переживаний всей моей жизни, но в 14 лет я как-то... А вот вас что-то там цепану. Да это такой... Он шарахает просто по голове. Ну, что ты там не понимаешь? Какие-то вещи тебе там в школе глупостями говорили. Да, это вот еще тоже, конечно, диалог Андрея с Дубом. Да, диалог с Дубом. Это вообще какая-то там, ну, такая резиденциальная сцена, что там в 14 лет про нее можно понять? А вот сцена охоты, которую, мне кажется, и надо вообще в школе обсуждать, разбирать, вот там столько счастья вообще клокочущего. А вы помните? Да. Вот клокочущего счастья. Я на временное... Помните этот у Диана, да, пол Наташи, который кричит «Жопа! Волка просрал!» И в этом столько сермяги, абсолютно жизненной. Столько жизненной, да. И вот я помню, что меня это тогда вообще... Вот именно сцена охоты и вообще... Это шарахает все по голове, потому что это целый мир такой. И вот в этом смысле ну, не понял. У меня в детстве очень... Одна из немногих сцен, видимо, вот мальчикам больше про охоту, а девочкам про то, как Соня и Наташа разговаривают вот этот их ночной разговор. Я помню, как, по-моему, Наташа, она обхватывает себя за ноги, сидя на подоконнике, как ведьма. И она в этот момент становится ведьмой, эта юная, влюбленная ведьма. И это тоже какой-то... Вот это был какой-то очень яркий для меня эпизод. Витя, я даже сейчас про него... Да, вот вы сказали про охоту, я поняла, что, ну, я помню, что была охота, но детали от меня вот скользнули, да. Ну, видите, значит, надо перечитать еще и как-то посмотреть еще как-то. Я перечитываю Анну Каренину каждые 10 лет, и каждые 10 лет это вообще другая Анна Каренина. Вот просто... Где? Вот я помню, тут вот такое было. Где она? Вот этого я вообще не помню. Это действительно работает. Вот, собственно, классика, она так и работает, что она для тебя каждый раз другая. В зрелом возрасте, в районе 30-ти, может быть, состою из стихов русских поэтов как раз второй, ну, сильно второй половины 20-го века, начала 21-го, Англевского, Кибирова, Владимира Ханана, Вячеслава Казакевича и так далее. Мы делали с Ромой Либеровым, начинали вместе делать проект от автора, когда каждый вечер, каждый месяц приходил один поэт, пишущий стихи на русском языке, читал их и рассказывал про каждое из этих стихотворений, из чего складывалась как бы и биография в искусстве и вообще погружение в этот мир. Очень многих из тех, кого мы тогда сняли, уже нет. Потом Рома продолжил это делать уже без меня и один добрался до шестого десятка таких поэтов, снятых, записанных навсегда. И через это, в частности, вообще через соприкосновение с этой темой, я как-то вот на рубеже своих 30-х и 20-х и 30-х годов своих собственных я много этих людей узнал лично и прочел стихи и, ну да, это во многом дополнило и обогатило мое представление о языке, о себе как пользователе языка и о мире. Вообще, действительно, одна из важнейших вещей, про которую мы редко думаем, это то, что литература формирует язык. У меня сложное отношение к поэзии Бродского, совершенно не связанное с стихотворением на независимость Украины, за которого его сейчас все бедного отменяют. Которое вообще не о том написано. Вообще, и главное, это вот какое-то удивительно, мне кажется, что это наш национальный спорт, найти у Пушкина одно стихотворение клеветникам России и на этом, с одной стороны, его отменить и проклясть, а с другой стороны, поднять на, вознести на пьеде стал. Вот и с Бродским такая же история. Но насколько мы все состоим из Бродского, потому что он просто впитался в воздух. Стопудово. И буквально цитатами которые вошли в нашу жизнь, иногда мы ими разговариваем, а и вот образом языка. А сейчас, понятно, что Грибоедов, без которого сегодня трудно представить себе любой диалог, потому что просто все вот эти Грибоедовские слова, которые уже живут совершенно отдельно от него, и никто даже не помнит, что кидание в воздух чепчиков это горе от ума. И я не помню. Вот! А вот это воздух чепчики бросали, это из Грибоедов, это из горе от ума. Кто это сейчас помнит? Это действительно какая-то вот волшебная ткань литературы. Спасибо вам огромное, Володя. Я еще раз дежурна в рубрике о кукушке и петух. Завершающая, но кольцевая композиция у нас будет. Да, я хочу сказать, что я к вам долго приставала с вопросами о том, в чем вы ищете опору. Если вас спросят, то знайте, что ваш Инстаграм это опора, в том числе и для меня, и для множества, я думаю, других прекрасных людей. Галь, спасибо большое. Спасибо и за ваше внимание, и за ваши вопросы, и за этот разговор. Я очень-очень вам за него признателен. Спасибо. Будем наблюдать друг за другом в виртуальном пространстве и не только. Спасибо вам огромное. Спасибо.